В Кашхабльском районе стартовал конкурс «Учитель года-2016». Значение конкурса «Учитель года» особенно в такой общественно важной сфере, как воспитание подрастающего поколения, не передать словами и трудно переоценить это мероприятие. Не только повышает престиж благородной профессии учителя, но и позволяет выявить самые яркие таланты среди педагогов нашего района. С 16 марта по 17 марта у нас в районе проходит ежегодный традиционный конкурс профессионального мастерства учителей «Учитель года-2016». В этом конкурсе принимают участие учителя из 10 общеобразовательных учреждений нашего района. Это учителя начальных классов, иностранных языков, химии, биологии, математики и другие. Вчера на первом этапе мы смотрели открытые уроки, они нам очень понравились. Учителя показали свое мастерство, свое творчество, свое индивидуальное отношение каждого учителя к своему делу. На протяжении всего конкурса молодые учителя показали свое мастерство. Если вы готовы к уроку, если вы знаете ответ на вопрос, поднимаем зеленый цвет светофора. Если вам трудно ответить, если вы еще не готовы, поднимаем красный цвет. Понятно? Мы будем с вами играть, разгадывать ребусы, рисовать с вами будем, танцевать. Вы будете мне помогать? Да! На первом этапе мы думаем о здоровье, не так? Когда мы говорим о здоровье, то мы думаем о спорте, не так? Нет! Нет! Теперь мы поговорим о спорте и о других степах. Я хочу вы взять эти таски, эти таски. И чтобы сделать survey. Что это сделать? Interview! Эта кромка, пожалуйста. Во время конкурса участники же не были конкурентами, они стали единой командой, поддерживающей друг друга. Это отмечает Галина Тугалукова, лауреат нескольких конкурсов. Цель нашего мероприятия такова – повысить престиж учителя и учительской профессии. Ведь мы не скрываем, что в настоящее время учительская профессия снизила свой престиж. Поэтому в нашем районе это вошло уже в традицию, и мы надеемся, что наш район достойно выдвинет своих кандидатов на большой конкурс с большой буквы «Учитель года в Адыгее». В течение двух дней конкурс проходил на базе Кашхабльских школ. Как отмечает замначальника управления образованием Эмма Пештикова, в процессе отбора шесть конкурсантов перешли во второй тур. Первый этап прошли шесть участников. Это муниципальный этап. Сегодня мы будем смотреть мастер-классы и заседание педагогического совета. Сегодня мы будем выбирать победителя муниципального этапа, одного учителя, который будет представлять наш район на региональном этапе этого конкурса. Но что хочется сказать. Выступали, показывали свои уроки открытые молодые учителя. Они, конечно, вносят новизну в свою работу. Нам они очень понравились. Хочется сказать о профессии учителя. На уроке в первом классе, например, Кузнецова Ирина Александровна, учительница начальных классов девятой школы Вольнинской, показала очень интересный урок, огромный объем знаний, которые она дала непосредственно, играя с детьми. Наблюдался творческий подход. Дети усвоили огромный материал за один урок, за 45 минут. Хочется пожелать всем учителям творческих успехов, интереса к своей работе и, конечно же, здоровья и благополучия.